Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении. Очевидный выпуск новостей сегодня в эфире. Армяне всего мира должны помнить господина Ардена Шалифяна. Джи Ви. Монументальная выставка. Первый выпуск. Осень 2019. Дамба и Лысу разрушат долину Ботана. Freedom House. Армения является лидером Евразии в сфере онлайн-свободы. США расширили санкции против Ирана. Обстановка на севере Сирии стабилизируется благодаря военным патрулям Российской Федерации. Армянский мир потерял великого патриота, который неутаймимо защищал права армян. Мы можем только поклониться этому великому человеку, который понимал необходимость национального восстановления армян в Западной Армении. Столкнувшись с продолжающимся истреблением армян после геноцида, а также с неприменением международно признанных прав, господин Арден Шалифян предпринял конкретные шаги для восстановления этих прав и восстановления достоинства народа. Каждая нация нуждается в ярких личностях, чтобы идентифицировать себя, и господин Арден Шалифян является одним из современных фигур идентификации. Он с большим энтузиазмом говорил о том, что ему ближе всего — сохранение национальной идентичности. Если в жизни бывают незабываемые моменты, один из них — это получение гражданства и удостоверения идентичности Западной Армении. Этот момент был более запоминающимся, потому что я имела честь получить его от президентского совета в присутствии господина Ардена. «Я хотела бы выразить мои самые глубокие соболезнования его семье и выразить свое восхищение человеком, который так сильно любил свою страну и свой народ». Лидия Маркусян, член парламента Западной Армении, Женева, 3 ноября 2019 года. Парижское авеню Георга V превратилось в настоящую авеню искусства и уличной культуры с более чем 60 скультурами и фотографиями великих современных художников, сотрудничающих с галерей Belle Art Fine Art. В своем первом выпуске комитет Георга V объединился с престижным Belle Art Fine Art, чтобы организовать монументальную выставку четырех современных и известных художников на современной культурной платформе. Лоуренс Джентл, Кэрол А. Ферман, Маркас Мари и фотографа Шарлотта Моно. Экспонаты GV Monumental находятся по обе стороны проспекта Георга V. На протяженностью более 1600 метров вы можете увидеть 40 объектов высотой от 2 до 4 метров. Между современностью и традицией, изоляцией и повседневной жизнью GV Monumental хочет стать символом новой страницы парижской культуры, где искусство становится доступным для всех на одной из самых красивых улиц французской столицы. Художник может разбудить силу, которая спит в других душах, говорит Рэми Микиджанян, председатель комитета Георга V. Для просмотра экспоната вы можете посетить проспект Георга V, Париж, 75-008 до 14 ноября. Илусуйское водохранилище в Западной Армении в дополнение к долине Тигр также окажет негативное влияние на биоразнообразие Ботанической долины. Одна из самых важнейших долин Миспотамии, которая отличается своей уникальной биологической жизнью. Через долину протекает река Ботан, одна из важнейших водных ресурсов региона. Плотина окажет негативное влияние не только на Тигр, но и на реку Ботан, а также на жизнь нескольких сотен тысяч людей, живущих в этом регионе. Армения занимает восьмое место в рейтинге свободы интернета, который был опубликован на сайте неправительственной организации Freedom House 5 ноября. Согласно докладу, организация Армения улучшила свои показатели и вошла в список стран со свободным интернетом. Всего в рейтинг вошли 65 стран. Авторы доклада оценивали страны по трем показателям. Отсутствие препятствий к интернет-доступу, доступность контента и соблюдение прав пользователей. Армения набрала 67 баллов из 100 возможных. Чем больше баллов, тем лучше показатели у страны. Первое место в рейтинге занимает Исландия, далее следует Эстония, Канада, Германия, Австралия. США находится на седьмом месте, Грузия всего на баллы вступает Армения, а также входит в список стран со свободным интернетом. Украина находится на 32 месте, Белоруссия на 48, Казахстан на 50, за ним идет Россия. Азербайджан и Турция включены в число стран с несвободным интернетом с 39 и 37 баллами соответственно. Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Министерство финансов США расширило санкции против Ирана и включило в санкционный список 9 человек из окружения лидера страны Аятулы Али Хаменаи. Как сообщает Радио Свободы, в список попали сын Хаменаи Моштаба, глава генштаба генерал Мухаммад Багири, руководитель администрации Хаменаи Мухаммад Голпайгеми, а также правая рука Хаменаи Вахид Хаганиан. Указано, что они причастны к нападениям на американские объекты за рубежом, а также к убийствам и пыткам граждан Ирана. Теперь вышеуказанные лица не смогут пользоваться американской финансовой системой. Сельское хозяйство в районе сирийского города Кабани, где ведут патрулирование российские военные и полицейские сирийскими коллегами, шаг за шагом возрождается. Об этом рассказал журналист на во вторник офицер военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации Александр Секретарев. Он обратил внимание на то, что мирная жизнь сирийцев налаживается, люди возвращаются в свои дома. Благодаря тому, что российские военные и полицейские 24 часа в сутки проделывают маршрут протяженностью 160 километров вокруг города, жители окрестных населенных пунктов смогли вернуться в свои дома и заняться сельскохозяйственными работами, передает ТАСС. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Масунг Бумахи Квачари. Масунг Бумахи Квачари. Масунг Бумахи Квачари. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!